Радио 54 А мы же его должны знать, кому мы несём деньги, мы же, скажем так, не на базаре И если этой фирмы вы там не находите, то это уже повод задуматься Уже повод задуматься, насколько это легальная компания Во-вторых, с июня текущего года на сайте, опять же, регулятора Публикуется перечень компаний, уже выявленные признаками нелегальной деятельности В том числе и с признаками финансовой пирамиды Какие признаки свидетельствуют о финансовой пирамиде? Ну, из основных, то есть компания публично обещает высокую доходность Которая значительно превышает рыночный уровень По-простому говоря, о каких процентах идёт речь? Это идёт о процентах Если у нас 7% Да, ключевая ставка Банка России, которую рассказывают каждый день везде И в телефоне она высвечивается, да, то есть от 7% и всё, что выше Это уже значительно превышает, то есть 30% мы понимаем, да, и десятых процентов Помимо обещания вот высокой доходности, которая значительно превышает рыночный уровень В средствах массовой информации, в сети интернет, в социальных сетях у нас идёт массированная реклама Да, это правда Это обязательный признак Кроме того, эти компании, они работают на принципах сетевого маркетинга Когда доход компании образуется за счёт привлечения новых клиентов И они зачастую это не скрывают Ну и самый основной признак, о котором я уже говорил ранее Это отсутствие лицензии Банка России на работу на финансовом рынке Либо организация не находится ни в одном из реестров Банка России Наша задача, вот непосредственно, с которой я сегодня уступаю И по которому я на правиле работаю Это выявлять, определять и информировать правоохранительные органы О тех, кто ведёт нелегальную деятельность на финансовом рынке И тем самым составляет конкуренцию добросовестным компаниям Которые, ну, хотят помогать людям в этой сфере микрофинансии Это определённая работа не только Банком России, но и органами муниципальной власти И органами исполнительной власти о том, что реклама уходит у нас с улиц Но при этом рекламы достаточно много в сети интернет, в социальных сетях То есть их не стало меньше, потому что они переформатировали Конечно, они все ушли туда И этому как раз способствовало, конечно, прошлый год, когда мы находились на пандемии Когда люди больше стали находиться в интернет-пространстве Так вот, возвращаясь к Новосибирскому области У нас за первое полугодие текущего года было выявлено две таких организации Банком России с признаками финансовой пирамиды Но это не значит, что неприятный шанс стать участником пирамиды крайне мал для наших земляков Поскольку в целом по России пирамид выявлено в полтора раза больше, чем год назад Большинство из них зарегистрированы в одном регионе, но работают во многих Это вот один из примеров Финика Когда компания зарегистрирована в Казани, но собирала деньги у нас по всей России Что делать, когда вы узнали о том, что стали участниками финансовой пирамиды? Во-первых, нужно активно начинать действовать Необходимо составить письменную претензию в адрес компании О том, чтобы вам вернули вложенные деньги Кроме того, собрать документы, подтверждающие тот факт, что вы передали или перечислили деньги организаторам финансовой пирамиды И эти документы приложить к заявлению в полицию и прокуратуру После того, как вы подали заявление в прокуратуру и в полицию Подчеркиваю, одновременно По защите ваших прав Одновременно необходимо обратиться с иском в суд Возвратить денег И более эффективно это будет, если коллективный иск Вкладчиков, которые тоже пострадали И не лишним будет сообщить такой компании в Банк России Здесь отмечаю, что Банк России как регулятор не выплачивает компенсации пострадавшим Но при этом проведет свой экспертный анализ и информацию направит в полицию Слушатели должны понимать, что никто не может гарантировать возврата вложений Так как эти организации чаще всего не имеют имущества Зарегистрированы на подставных лиц Но и в договорах прописано так, что они несут ответственности за риски вложения средств граждан Ну, к вопросу о юрисах Да, и если компания, вот отвечая на ваш вопрос Если компания все же признается пирамидой И она попадает в реестр Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров То здесь можно рассчитывать на компенсацию до 35 тысяч рублей Но при этом необходимо иметь подтверждающий оригинал документа В котором эта сумма прописана То есть тот факт, что вы эти деньги перечислили Ага, да Первое областное радио